Продолжение следует... На першу кімната з гектарів починається поміщення осіб під вартою. Тут їх оглядають. Тут є медична кімната, кімната для оформлення документів, для обшуку. Це теж один із елементів поміщення. Головіка у цього дивана не було? Дійсно не було, але ми рухаємося вперед, ми поліпшуємо умови, тому що свій диван – це доказ того, що умови поліпшуються. Потім, після проведення певних процедур, особи поміщуються на режимний поліпшу. Проще кажучи, тут підписують протокол, забирають особисті речі, проводиться огляд гігієнічний, щоб ніхто ніколи нічого не схвал. Після цього люди вступають власний вислят. Дякую за перегляд. Для утримания подозрительных и подозрительных человек стандартного типа, все такие помещения в нашем изоляторе, они отличаются только местом расположения лежа или этих столов. Столи предназначены для принимания лежа, написания каких-то документов, связанных с следствием, а каких-то листов родителей, то что. Самое злое, это все стандартно, еще раз повторю. Это на двух предназначенных? Так, все камеры у нас предназначены для тримания, однотипные, одного размера, одного размера, одними площадью. Вы не имеете право открывать, если они как-то прибывали к нам. Мы запитываем, если у них нет желания, по камеру, соответственно, до инструкции, они принимают душ. Если они не имеют желания отримать душ разом, то мы им надаём такую возможность помыться окремо по черзе. У нас дозволяют примещение душевое. Сколько у вас сегодня? Шесть штук. Это достаточно. Враховывая сегодняшнее наполнение, да. Просто на будущее, если, скажем, артиратор будет наполнен полностью, то здесь должна быть переговоротка. А какая у вас загрузка полностью? Полностью у нас 24 камеры, 2 миссия, то есть 48 человек. Все, вратя, вратя. Так, дивим, выходим. Прямо. Что стало причиной проверки? Чи были какие-то скарги, которые перебиваются на какие-то условия? Ну, вы же знаете, что последним часом было несколько, власно, не скарг, а заяв с боку международных организаций. Відповідно, у меня под моніторингом завжди находятся все примещения, в которых люди утримаются, скажем так, в местах позбавления воли. Поэтому для меня это нормальный моніторинг. Но, враховуючи те, что были заявы международных организаций, мы решили спольно провести такий моніторинг тут. Думаю, что это не последний моніторинг, который мы проводим спольно. Но, принаймні, мы можем сразу и принять скарги от людей, и самим подавить, и дать певные указы и рекомендации стосовно покращения умов тримания в местах позбавления воли. Какие выяснивки из этого проверки можете сделать? Ну, по-перше, мы поспілкувались с людьми, отримали от них скарги. Были заявы, которые касаются вопроса медицинского обеспечения. Были такие своередные скарги, которые касаются достаточно одноманитного харчувания. В моей части, в частине встречи с адвокатом, встречи с родителями, прогулянок, наявности медической помощи, как таковой, в принципе, зауважений нет. Есть некоторые зауважения в частине того, какие условия здесь, в этом изоляторе. Потому что это своередное место тримания человек. Такие побутовые вещи, на которые я сейчас, в том числе подведения подсумков, я вказала. Это то, что мы всегда монетируем, когда проведение монетировых визитов. Может, у вас есть какие-то зауважения? Насправді, в этом изоляторе тримаются большинство своих людей, которые подозриваются у співпрации с террористическими организациями ЛНР и ДНР. Останним часом, действительно, мы тримали ряд заяв международных правозахисных и международных институций, про проблемы с их утриманием, поэтому начали звезды, с киевского изолятора. Мы уверены, что в данном случае идется не только про проблемы побутовые, как и про проблемы их статусы. И в данном случае хотели бы обратиться к международных правозахисных организаций, с тем, чтобы они не менее объективно обратили внимание на условия утримания наших военнослужащих. Потому что их получают в подземельях шахт, в родоуправлениях, в других котировках, где нормы не похожи на эти абсолютно. Тем не менее, именно тем, что Украина издевается от террористических организаций, что мы поддерживаем права человека даже с такими людьми. Я сегодня впервые стыкался очи в очи с людьми, которые подозриваются в таких случаях. Эмоции разные, но мы воюем за то, чтобы права человека даже до таких подозрений. На всей территории Украины. И еще одна вещь, хочу поведомить, принадлежно, что вместе с паней обмазаном мы приняли решение за ее пропозицию про измену керевника Департаменту Генерального прокуратури Украины, который будет наблюдать за правами человека в местах позбавления воли. Свирец, достаточно известный правозахисник, который в ближайшее время обеимает эту посаду. Сегодня он уже поездил в Киев, оформляет документы. Я думаю, что это резко изменит эту атмосферу. Я уверен, что тут за наглядом мае заниматься человек позже системы ГПУ. Молодая человек, которая остальных сколько лет занимается монетарингом? Четыре года занимается монетарингом. Я просканувал его в Facebook, бачил, что его постоянно требуют проблемы медической помощи, проблемы подготовки, проблемы законодательства. Я потребую такой человек и первое заведение, которое мы ему поставим, это выведение системы медической помощи в тюрьмах, в СИЗО, в таборах, под Департаментом выполнения покоронения. Это должна быть цивильная служба, которая, по-другому, будет ставиться до увязания. Спасибо. Василь, скажите, пожалуйста, что будет какая-то официальная ответственность от представителей ООН после их заявления, что тут ведутся тартури, какие-то тюрьмы в Украине? Я хочу поведомить вам, что мы на минулому тиждень, в встрече с паном Шамановичем, мы мали довольно конструктивную разговор. Мы договорились о подальшую спорту, о создании общей группы, которая будет подобного рода нюансов вырешивать онлайн, чтобы не допустить в подальшому подобных извинувачений в Украине, в том, в недопусках и так далее. Кроме того, користуючись нагодой, хочу заменить увагу журналістів, по-перше, приветствовать с професійным святом, журналістскую братию, а по-друге, хочу сказать то же самое, цей слідчий изолятор в рамках одного из криминальных проведений, которые сейчас есть у службы безопасности, планировали поддерживать представители, скажем так, на завдание ГРУ ГШ РФ. У нас віддокументована разговора того, кто проводит в розвитке этого слідчого изолятора. И там так и говорится, там сидят, говорят, сепари, сидят там, еще кто сидит, говорю, не страшно, завантаживаем машину в бухгалку и подорвемо, и так иначе. Так вот, саме цей СИЗО планувалося до подрыва. Ця информация, мы сняли гриф таємностей из этих переговоров, для того, чтобы вы понимали, чим занимаются грушники російськие, как они не только дестабилизуют ситуацию в Украине, но и террористичные акты. А скільки тут взагалі перебувають людей, которые подозриваются в терроризме, в сепаратизме? Взагалі в этом изоляторе зараз перебуває 14 человек. Это граждане России? Я хочу сказать, что 7-8 числа спільно с Службой безопасности Украины и посольством Швейцарской конфедерации мы проводим великий тренинг, который будет касаться вопроса обеспечения катывания, который потом будет мультипликован в другие регионы Украины. И я надеюсь, что все те проблемы, которые возникли в связи с заявами международных организаций, ближайшим временем мы решим через, по-перше, подготовку співробітников службы, по-друге, в связи с тем, что мы нашли спульную мову, мы нашли понимание, и я надеюсь, что через некоторый час все проблемы будут сняты. Тем более, что в данном случае, я абсолютно уверена в том, что произошла просто техническая ошибка, которая, на жаль, мала великий международный резонанс. Окей. И останнє поведомление. Я уже говорил про то, что Марина, как же значит, за подданием омбудсмена керевником департаменту нині цивильного особого правосохисника пана Асферца. Зараз мы разом с Валерией Володимировичем отбываем до офиса омбудсмена, где мне вручать перелик скольких... 15 осіб. 15 осіб, которые, на думку адвокатів и омбудсмена, утримаются в СИЗО с большими проблемами здоровья або с абсолютно нерозумными терминами тримания, которые иногда перевищают навіть 10 лет. И пан Асферец первым своим доручением после оформления на посаду отримает розгляд цих лопатаний. Відповідно, адвокати их могут заявить в суде, а прокуратура, если найдет возможность, поддерживает возможность изменения заубежного захода. Я понимаю, что эти особи часто подозриваются в скоенні особо тяжких злочинів, але тримання в СИЗО, я застав лукьянівського рекордсмена в 14 лет. Это уже у меня прошло 5, значит, это уже 19. Если помножить по закону Савченко на 2, то это уже приросло будь-якое уявление о покорении в Украине. Аналогично есть люди с очень важными болезнями, которыми, очевидно, можно при решении обеспечения обеспечения которые могут быть, конечно, это небо и земля, а с другими изоляциями, особенно изоляциями, которые были построены еще в 19-м столетии, в Киеве, в Одессе, в Чернигове, в Виннице, в Житомире. Это наибольшие изоляции, где условия набегато герчат. Больше того, что, безусловно, есть, потому что тут мы не фитерарховали, первые пальцы отбитки катали, но было бы очень доброе ставление профессионалу, как классный эскейз, но тут особенно. Потому что знали знакомые по революции, еще и по всему другому. Конечно, никаких облажек, но, тем не менее, душевное ставление, тогда мне достаточно сильный раз. Сегодня еще раз увиделся с тем самым керевником мастерства. Эта установка, чтобы взять належную службу безопасности, действительно, является в сердце того, как должен работать изолятор из точки зрения безопасности. И что именно про загрозу террористического акта, вам казалось глава СБУ. И что до побудовых условий, которые отвечают декларации про права человека, мы уже, скажем так, на 90% с лишним. Все, добро.